Великая нация исчезнет, в США будет последний президент, и мир победит наконец-то такое заболевание, как рак. Это всего лишь небольшая часть пророчеств на 2021 год, которые якобы оставила после себя Ванга. Она родилась 110 лет назад и до сих пор считается одной из самых загадочных персон прошлого века. Ее феномен попытались разгадать ученые из спецслужбы, но все безуспешно. Наш корреспондент Дмитрий Барбыш о том, что миру наванговала знаменитая прорицательница. Вот стал президентом Калмыкии, и мы это присвоили почетное звание и почетный гражданин республики Калмыкия. Она в руках держит флаг, а здесь вот национальный женский костюм. Первый президент Калмыкии Вангу называл бабушкой. Кирсана Люмжинов и болгарская прорицательница были знакомы много лет. В своем небольшом домике в городке Петрич, ясновидящая, и сделала для будущего главы республики предсказание всей его жизни. У меня бизнес был в другой стране, я хотел уезжать туда, из Швейцарии, в Америку. А она сказала, нет, вернешься себе в Калмыкию. Я говорю, ну я уже там как бы поработал, на заводе звезда, сейчас у меня другие планы. Она говорит, нет, вернешься и будешь там старше. Ванга, или Вангелия, родилась 110 лет назад в городе Струмица, на территории нынешней Северной Македонии. Отсюда и специфический диалект, понять который могли не все болгары. В 12 лет всего лишь, когда ей было, вот этот вот смерч налетевший, а ведь почему-то она же шла с двумя сестрами двоюродными. Почему этот вихрь унес только ее? И причем действительно подхватил, унес далеко. И когда ее нашли, нашли ее под ветками и песком засыпанные глаза были. Семья тогда не смогла оплатить лечение. Ванга ослепла. Несмотря на это, ухаживала за своими младшими братьями и сестрами, вязала и шила для односельчан. Те ей приносили продукты. И в 1939 году она простояла босиком на цементном полу в очереди за пособием для бедных. И заболела. Было тяжелое воспаление легких, плеврит, думали, что она не выживет, но она выжила. И вот тогда ей впервые явился вестник, как она говорила, всадник, прекрасный лицом и яркий. И сказал ей, что настанет время, и вот здесь ты будешь стоять и говорить другим о живых и мертвых. Тогда у ослепшей девочки открылся дар. Во время Второй мировой она искала пропавших без вести. Слухи о великой прорицательнице быстро вышли за пределы родного города. Порицательница. 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 Удудрится, умрется. Слепая ясновидящая, казалось, весь мир видела насквозь. Находила пропавших людей, разговаривала с умершими. Своих гостей она просила на ночь положить под подушку кусочек сахара, а утром взять с собой. Во время сеанса держала его в руках. Местные власти взяли Вангу на госслужбу. Официально назначили зарплату. Ее ничего не интересовало. Ей приятно было, если привезешь что-то в подарок какой-то символический, цветы. Ее интерес финансовый появился в последние годы, когда уже и власть полегче была после 1985 года. Тогда она начала собирать деньги на церковь. Ванга стала брендом Болгарии. Даже больше известным, чем золотые пески и солнечный берег. За сеансы съестновидящие стали платить. Официально, через кассу. Для своих – 10 болгарских хлебов, для иностранцев – 50 долларов. Конфликтной она могла быть только в одном случае. Когда люди шли без очереди. Или когда платили кому-то, чтобы привели к ней. Ванга всегда знала об этом. Люди должны были ждать ее 4-5 дней. Она знала, кто разрушит Советский Союз, предсказал успех Филиппу Киркорову и победу на выборах Борису Ельцину. К ней приезжали зарубежные политики, дипломаты, бизнесмены. Уже тогда поговаривали. С прорицательницей работают спецслужбы. А в доме стоит прослушка. К ней все-таки приезжали некоторые люди, непростые, из разных стран. И очевидно, что там был интерес других людей разузнать, что да как, что там, скажем, о чем они говорили. Это как бы информация, которая, возможно, стоила этого проекта. Вот одна из таких желтых газет. Вот заголовочек, убивающий начисто. Ванга и после смерти помогает людям, только у нас. Анатолий Строев много лет проработал в Болгарии. На Вангу собрал целое досье. Журналист уверен, не спецслужбы использовали прорицательницу, а его коллеги, иногда переступая грани дозволенного. К ней приезжали из огонька, значит, там пропали ребята, дети в Волгограде. И якобы она сказала, что дети живые и они найдутся. Не нашли до сегодняшнего дня. Понимаете, да? То есть, я еще раз говорю, такие предсказания, да еще озвученные журналистами, да, она даже кощунственная, потому что есть же родственники, есть же знакомые и так далее. Она говорила об атомной войне, безлюдной Европе, встрече с инопланетянами, об изменении орбиты Земли. Вот только несколько предсказаний, которые не сбылись. Но чьи это были слова? Ее или многочисленных летописцев? Без Ванги уже не разобраться. Все эти предсказания Ванги о пандемиях, об 11 сентября, о падении режимов и так далее, и так далее, о них стало известно только после того, как они произошли. Я сам даже проверял некоторые предсказания, и я не находил первоисточника, чтобы прямо точно можно было сказать, что это Ванга действительно говорила. И не была она пророком в своем отечестве, говорят о Ванге сами болгары. Для них добрая соседка, которая крестила детей, строила церковь и помогала ближним. В основном люди приезжали, там, у меня голова болит, у меня нога болит, там, и так далее. Она отправляла, говорит, поезжай к такому-то врачу, он тебе поможет. А так, чтобы она с утра или вечером вдруг решила какие-то там выдавать предсказания, ну, типа Настрадамус, там же все, книги и так далее. Нет, такого просто не было. К Ванге едут и после смерти. Город Петрич, где жила прорицательница, и ее домик в селе Рупите, где принимала ясновидящая. Сегодня один из самых популярных в Болгарии туристических маршрутов. Там маленький магазинчик какой-то с сувенирами, и люди обычно, вот болгары, когда едут в Грецию, по дороге заезжают. А если кто-то специально, это в основном россияне едут. Она в России гораздо более, как бы, на виду и на слуху, чем в Болгарии. По самым скромным подсчетам, Ванга пополнила казну Болгарии на 10 миллионов долларов. Сама ясновидящая жила скромно. На свои деньги, на пожертвования построила церковь. И после смерти все свое имущество завещала государству. Дмитрий Барбыш, Анастасия Лихадедова, Ольга Соловьева и Оксана Сдерихина. Программа «Вместе».